Душа деревьев Автор рассказа Андрей Буровский Недавно я пообщался со своим старым знакомым Сережей Орловским. Отцом Сергея был профессор Николай Васильевич Орловский, известнейший ученый-почвовед. Человек еще из той довоенной профессуры. Он был лично знаком и с Николаем Вавиловым, и с Дэн Прянишниковым, и с А.Г. Дояренковым, словом, со многими знаменитыми учеными. Вообще-то считалось, что у Николая Васильевича ужасный характер. На всех защитах диссертации он обязательно бросает черный шар. В наше время член ученого совета уже не бросает в темной комнате в специальный ящик круглый черный шар, высказываясь против того, чтобы видеть коллегу кандидатом или доктором наук. В наше время голосуют специальными бюллетенями. Но слово осталось. Так и говорят, кинуть черный шар. Так вот, по крайней мере, в одном случае Орловский бросил белый шар, поддержал коллегу. И это была моя мама. После защиты диссертации всегда бывает момент между тем, когда члены ученого совета уже зашли в комнату для голосования, но результаты еще неизвестны. В эти 15 минут Николай Васильевич все ходил вокруг членов ученого совета и гостей, все стучал об пол палкой и доказывал «Я белый, я белый шар кидал». И это была чистая правда. Все шары были белыми. Единогласная защита. Только ведь Орловский еще не знал этого и ждал, что если будут черные шары, то все тут же подумают на него. Ну так вот, эту историю рассказал мне Сергей Орловский. А поскольку он мне говорил, что его фамилии поминать не следует, я и называю, от кого ее услышал. На даче Сергея росли две огромные березы. Под одну из них Сергей очень любил отдыхать, часто прислонялся к ней спиной. Постепенно одна из этих берез накренилась, корни уже не держали ее, и береза повисла на другой. Березы могли обе рухнуть на забор и на грядки. Жена попросила эту березу убрать. Что тут делать? Сергей пригласил двух знакомых. Березу зацепили веревкой, и сам Орловский держал, тянул веревку, чтобы береза не упала на забор. Двое пилили березу. Во всем этом нет пока ничего странного. Обычнейшая дачная сценка. Странность началась с того, что Сергей вдруг обнаружил себя стоящим посреди веранды на даче. Как он здесь очутился? Что делал? Непонятно. Вроде пилили березу. Спрашивает у жены. А что береза? Как что? Давно напилена, разрублена. Как это разрублена? А ты посмотри в окно, вон же она. Сергей выглянул в окно, а береза и правда разрублена, распилена. Часть ствола даже расколота и сложена в поленницу. И вообще солнце стоит. С другой стороны, уже не утро, а день кончается. Но убей бог, если Сергей помнил, как заваливали березу, как ее пилили и рубили, как он держал веревку, он еще помнил, а потом полный провал в памяти. Так. Человек неглупый и весьма хорошо образованный, Сергей начал прикидывать. А что он еще подзабыл? И нашел просто колоссальные провалы в памяти. Тамара, ты поспрашиваешь, что мы делали, что я собирался делать? Как твоя диссертация, Сергей? Сергей. Какая диссертация? Ну вот забыл про собственную диссертацию. Помнишь, как мы в аварию попали? Нет. А мы попадали? Жена кивает головой. Сергей вышел, внимательно осмотрел машину. Нет никаких следов побитости. Тамара, ты сама вспомни, разве мы в аварию попадали? А они очень даже попадали в аварию. Просто машину не побило, потому что КамАЗ догнал «Жигули» на трассе и толкнул легковошку сзади так, что ее выбросило на поле. Внешних признаков никаких. Еле-еле заметные вмятины. А напугало Орловских изрядно. И ситуация была очень опасная. И эти два момента с диссертацией и с аварией только самые яркие из тех моментов, которые забыл Сергей Орловский за самое короткое время. Естественно, эти провалы в памяти вызвали у него некоторое беспокойство. И Сергей вел машину в город с особой осторожностью. Хотя жена и проэкзаменовала его по правилам дорожного движения. А приехав в академгородок, Сергей тут же помчался к врачу сделать энцефалограмму мозга. Поскольку человек он довольно педантичный, то обследование проходил Сергей недавно, и новую энцефалограмму было с чем сравнивать. На новой энцефалограмме ясно было видно, появился лишний зубец. То есть картина ритмов мозга изменилась в промежуток между двумя энцефалограммами. Между маем и июлем. Потусторонне я не верю, но вот новый зубец появился. Так прокомментировала две энцефалограммы врач ТВ. Из-за чего могли измениться ритмы мозга? Сергей предположил, что на него подействовало биополе березы. По некоторым данным, у березы очень сильное биополе. И если человек постоянно сидел возле этой березы, любил ее, прислонялся к ней, гибель дерева могла сильно подействовать на биополе человека, деформировать его. Как отнестись к такого рода историям? Долгое время ученые считали, что никакого такого биополя в принципе не существует. Не существует так же, как не существуют и привидения, и потусторонний мир. Словом, биополя входило в число явлений, о которых говорят, чего не спохватишься, ничего-то у вас и нет. Но вот Владимир Александрович Допретов в Нижнем Новгороде, занимаясь движением электричества в растениях, выявил кое-какие интересные вещи. Дело в том, что в древесном организме есть хлорофилл не только в листьях. В стволе дерева, в заболоне, содержится так называемый внелистовой хлорофилл. По заболоне движутся вверх растворенные в воде вещества, извлеченные корнями из земли. Если есть процесс переноса электрона, то значит есть и электромагнитное поле. А раз так, его можно зафиксировать какими-то приборами. Владимиру Александровичу как будто удалось установить, что каждое растение имеет электромагнитное поле. Но коллеги отнеслись к тому по-разному. Не все, что писал В.А. Допретов, подтвердилось. А вот книга Ивана Семеновича Марченко, ученого из Брянска «Взаимодействие растений через излучение». Книга вышла в Смоленске в 1978 году, тиражом всего в тысячу экземпляров. Он доказывает, что растения передают информацию друг другу. Но, увы, и его данные можно понимать по-разному. Впрочем, о способности растений общаться писал и такой крупный ученый, как Влоиль Петрович Казначеев из Новосибирска. Вот его-то эксперименты никак не назовешь плохо подготовленными или малодоказательными. В одном из своих опытов Влоиль Петрович брал культуру раковой опухоли и культуру здоровой ткани. Культуры разделяло специальное стекло, пропускающее только некоторые виды излучений, дальний ультрафиолет. И было доказано, здоровая ткань заболевает во всех случаях. Влоиль Петрович слишком серьезный ученый, чтобы тут же сочинять какую-то теорию. Но какая-то связь между культурами явно существует. Это уже факт, а факт и вещь упрямая. Но самые поразительные результаты получил Марк Годик из Института радиологии. Работал он самыми точными приборами из тех, которые могут уловить самые слабые напряжения магнитного поля. Со сквидами. Сквид меряет перемещение буквально отдельного кванта. Марк Годик взял в свою лабораторию четверых чистолюбивых молодых людей из физико-технического института. Три года только настраивал аппаратуру, гонял ее в разных режимах, а потом уже приступил к экспериментам. Марк Годик уверял, что может даже определить, когда игла энцефалографа пишет крик боли, крик радости или крик страха. Наверное, слово уверял в этом случае не совсем правильно, потому что уверять-то можно решительно во всем, а вот повторить можно далеко не всякий эксперимент. Этот эксперимент повторяли и не раз. Сначала показывают гостям аппаратуру, предлагают попробовать, наносят быстрый удар добровольцу, и аппаратура выписывает крик боли, а у окружающих крик ужаса. Как работает техника понятно? Понятно. Какие пики, нарисованные иглой, указывают, какие состояния понятно? Да, тоже понятно. Тогда главный эксперимент. К двум стоящим рядом деревьям подходит человек, бьет одно из деревьев палкой, и у деревьев вырывается крик. У одного крик боли, у другого вырывается крик ужаса. Жаль, что эти эксперименты уже нельзя увидеть, по крайней мере в России. Группу Марка Годика, один из первых купленных в СССР научных коллективов, закупили на Западе. Канадцы предложили этим ребятам такое денежное содержание, что даже в конце 80-х годов, когда развалилось еще не абсолютно все, они были не в силах устоять. А там грянул 1991 год, и возвращаться стало некуда. Прокомментировать изучение биополя деревьев я попросил ведущего научного сотрудника Института леса и древесины Красноярского научного центра Академии наук, доктора физико-математических наук и профессора Вячеслава Григорьевича Суховольского. Ну приходи, звучит в трубке. И вот мы со славой сидим в его лаборатории в Институте леса. Чудесный вид на синие, зеленые, сизые горы за Енисеем, на уютный Академный городок. Сколько счастливых часов я провел в свое время в этом институте, сколько казенного спирта мы с друзьями выхлистали в этих стенах из стеклянных химических мензурок, сколько коньяка разлили в чашке с черным кофе, сколько увлекательных разговоров, споров, бесед, рассказов, пьянок, обид, мордобоев, романов видели эти стены. Ах, молодость! Сейчас здание институтов Академии наук больше похоже на декорации американского фильма про последствия атомной войны. Но у славы и сейчас уютно. В обжитой лаборатории дивный запах химикалий. Так что у деревьев есть биополе? И у березы биополе очень сильное? Похоже, что так. Но понимаешь, надо всерьез исследовать, а никто толком не занимается. Вот разве годик занимался? А как он уехал, нет больше данных об его исследованиях? Как в воду канул? Может, канадцы его работают за секретили? Кто знает? Я бы не удивился. А у нас почему не занимаются биополем деревьев? Причины разные. Чтобы заниматься полями, надо быть физиком или хотя бы хорошо разбираться. Физиков биополе деревьев не интересует, потому что есть более интересный объект – человек. А лесоводы… Андрюш, ты не обижайся. Слава знает, что у меня вся семья уже несколько поколений лесовод на лесоводе. Но они лесоводы серые, просто. Они, может, чего-то и хотели бы, да слишком уж многого они не знают и не умеют. А кроме этого, ну кто заплатит? Такая работа требует тщательности, аккуратности, точности. И долгая она, года на три. Неужели же совсем не занимались? Да нет, занимались. Бум поисков излучения деревьев, их биополя пришелся на 50-е годы. Но ведь ничего потрясающего не нашли, потому и свернули постепенно эти исследования как малоперспективные. Этим заниматься можно, только зачем? Другие направления перспективнее. И ни один доктор наук сейчас не порекомендует своим аспирантам заниматься биополем деревьев. Так ведь если биополе есть и у человека, и у растения, это же такое можно сделать? Может быть, да, а может быть и нет. Та же история с Орловским. Что это? Его собственные выдумки или все-таки факты? Зубец на энцефалограмме – это факт. Факт. Но как он образовался? Может быть, он во время аварии головой ударился? Могло быть такое? Могло. То-то. И вообще, что это такое биополе? Надо же конкретизировать, что это за поле? Электромагнитное, торсионное? Вот бы и занялся. Нужны сквиды. А это прибор, который требует гелиевых температур. Нужен дюар с гелием. А если изучать деревья, как прикажешь это все тащить в лес? Приходится работать с деревьями в катках или с тем, что растет под самыми стенами института. А это уже хилая работа. Да и попросту дорогие они. В 1982 году стоило это богатство 20 тысяч, а у меня было всего 10 тысяч. Я и хотел провести эксперимент, а вот не смог. А как сейчас приборы доставать? На этот вопрос я пожимаю плечами. И Слава задает более доступный. Еще чаю хочешь? На этот вопрос я смог ответить. Но вопрос о биополе деревьев так и остался неясен. И с тех пор, всякий раз, когда я прохожу через березовую рощу или сосновый лес возле своего дома, я вспоминаю, как мама агитировала меня пойти по семейной стезе в лесоводы, когда мы шли через лес. Ты подумай, ведь все они живые. И все что-то чувствуют, а может быть и думают. Кто знает, может быть и вполне справедливо это старое поверье лесоводов. Вдруг и правда думают и чувствуют. Ведь сквиды дорогие. Тема не перспективная и никто ничего толком не знает.